Здравствуйте! Смотрите в темах недели. Украине нужна федерализация. Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов о положении в соседней стране. Украинская империя никогда не завоюет галактику или о ходе президентской гонки в Незалежной. Коммунист Анатолий Локоть побеждает на выборах мэра Новосибирска. Еще раз здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Темы недели» в студии Олег Николаев. Российские коммунисты с самого начала украинской смуты с особым вниманием следили за развитием событий в братской стране. Не раз предупреждали о возможности прихода к власти экстремистов нацистского толка. Сегодня начнем с анализа ситуации в Крыму, на Украине и вокруг нее, который дал председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Впервые появились принципиально новые нотки. Ну, во-первых, Керри Дарыни вспомнил о Крыме. Видимо, уже американцы в душе согласились, что Крым был, есть и будет российским. Воля граждан Крыма на референдуме, высказанность о леденадушном, я считаю, должна быть священной для тех, кто говорит о демократии и правах человека, тем более. Во-вторых, уже заговорили американцы о федерализации. Если раньше заявляли о том, что вы давайте сами там, теперь они уже думают, каким образом повлиять на этот процесс с тем, чтобы радикалы не сорвали происходящие позитивные изменения. Это подтверждает и попытка трех министров иностранных дел Германии, Франции и Польши заявить о том, что то незаконное правительство, которое сидит в Киеве, обязано более энергично бороться с радикалами. И сегодня уже новая власть на Украине пытается проявить характер, хотя не знают, как разоружить этих нацистов и не могут подступиться к их разоружению. В целом ситуация развивается довольно драматично, а если учесть, что люди с автоматами по-прежнему контролируют многие процессы на Украине, информационную политику, в том числе и избирательную комиссию, можно себе представить, каков результат будет на выборах. Такая комиссия напишет любой результат, который под дулом автомата они им продиктуют. Особое внимание Геннадий Зюганов уделил ситуации в восточных, в основном русскоязычных областях Украины. В прошедшие выходные в восьми крупных промышленных регионах Украины прошли массовые манифестации. Граждане требуют создания юго-восточной республики в рамках Украины, признания государственным языком русского и возможностей для того, чтобы вести дальнейший контакт со всеми промышленными предприятиями России. Поспешное вступление ассоциированным членам Евросоюза, которые готовят подписать незаконные правительства в Киеве, по сути дела разрушит весь промышленный блок юго-восточной Украины и породит массу и безработицы. Без помощи и взаимодействия с российской экономикой, экономика Украины существовать и развиваться не может. С лидером российских коммунистов трудно не согласиться. Все последние дни юго-восток Украины бурлит. Русскоязычное население хочет определенности. Хочет право говорить на своем родном языке. Хочет сохранить промышленность, в том числе наукоемкую, которой по праву гордятся восточные районы Украины. Хочет право самим выбирать себе власть, а не принимать киевских вставленников. И все это вместе называется федерализация. А в Донецкой области вообще пошли еще дальше. Там самопровозглашена независимая Донецкая республика. И эта Донецкая республика уже обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести на ее территорию российский миротворческий контингент. Ситуация очень серьезная. Фактически, Киевский Майдан породил десятки, если не сотни восточных антимайданов. Митинги и манифестации в крупных городах Юго-Востока не прекращаются ни на день. Практически все они завершаются столкновениями с органами правопорядка. В Харкове и Донецке митингующие захватили здания областных администраций и подняли на них российские флаги. В Луганске захвачено здание Службы безопасности Украины. Требования везде одни и те же. Федерализация вплоть до отделения, русский язык в ранге государственного, сохранение промышленности. Подавляющее большинство населения юго-восточных районов Украины не желают иметь ничего общего с Бандеровским Киевом. Власти последнего прибегли к подлингой, но достаточно действенной практике. Втихаря хватают и вывозят в Киев лидеров народных выступлений. Но это еще более накаляет обстановку. Я предлагаю на 9 мая поднять весь город и не пустить фашистских тварей, которые руководят городами области, на трибуну, туда, где они будут рассказывать, какие хорошие ветераны. А вот в самом Киеве большая беда. Украина теперь не станет империей и не завоюет галактику. ЦИК отказал в регистрации Дарту Вейдеру. Простите, Дарту Алексеевичу. А если серьезно, на этой неделе определились все участники президентской гонки. Всего в комиссию поступило 46 заявок на регистрацию, 23 из которых удовлетворены. Среди основных причин отказа в регистрации называется несоответствие требуемых и предоставленных документов избирательному законодательству Украины, а также невнесение денежного залога в объеме 2,5 миллионов гривен. Это примерно 10 миллионов рублей. Эксперты считают фаворитами Юлию Тимошенко, Батькивщина и Петра Порошенко. Удар. Но здесь есть вопросы. Хорошо известно, что пани Юлия будет кричать о своей безоговорочной победе, если за нее будет отдан хотя бы один голос. А шоколадный магнат Порошенко, простите, Вальцман, Порошенко фамилия жены, просто покупает рейтинги, которые к тому же составляются принадлежащими ему медиагруппами. Лидер украинских коммунистов Петр Симоненко тоже зарегистрирован в качестве кандидата. Но его команде приходится работать под жестким прессингом властей и вообще в условиях разгула преступности и беззакония. Выбора 25 мая призваны дать ответ на очень простой вопрос. Кто он, хозяин революции? Фашист Ярош и националист Тегнебок к лидерам президентской гонки явно не относятся. И тот, и другой пока не набирают и по одному проценту голосов. Но это если голосование будет хотя бы относительно свободным. А если под дулами автоматов бойцов так называемой национальной гвардии, читай, правого сектора, тогда как? Так что, опять же, вопросы. Толпы бандитов с автобатами ходят вокруг Верховной Рады и фактически под давлением депутаты принимают законы. О какой демократичности можно говорить? Поэтому, конечно, и явка на этих выборах, и результаты голосования, они будут вызывать очень большие вопросы. Не удивительно, что в этих условиях бывшие союзники по Майдану оказались по разные стороны баррикад. Исполняющий обязанности президента Турчинов и министр внутренних дел Аваков попытались даже разоружить правый сектор Яроша. У киевской гостиницы Днепр им это вроде бы удалось. Да и Майдан на всякий случай закрыли на комендантский час. Так спокойнее. Но что-то подсказывает. Борьба прозападных неолибералов и фашистующих националистов далеко не закончена. До гражданской войны, думается, дело не дойдет, но отдельные столкновения неизбежны. Пока Майдановцы грызутся в Киеве за властью, в российском Крыму налаживается новая жизнь. И не последнюю роль в этом процессе сыграла денонсация Государственной Думы всех соглашений с Украиной по Черноморскому флоту. Шаг бесспорно оправданный и нужный. Крым наш, российский флот тоже наш, российский. Но к чему тут договоры с иностранной державой? А заодно и цену на газ для Украины повысили. Ведь все предыдущие скидки были обусловлены именно фактором Черноморского флота. Госдума приняла закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений о пребывании Черноморского флота России на территории Украины. Для этого депутаты специально собрались на внеочередное парламентское заседание. Наша партия находится в оппозиции к существующему правительству. Это понятно совершенно. Но есть вещи, когда мы не просто всегда в оппозиции. Мы в оппозиции по идейным соображениям. И когда вот идеи совпадают, мы не только не в оппозиции. Мы поддерживаем полностью решение президента о денонсации этого договора. Соглашения касались статуса и условий пребывания российских военных на территории республики. По ним Россия с 2017 года должна была платить за Черноморский флот 100 миллионов долларов ежегодно. К тому же Украина получала скидку 30% на российский газ. После того, как Крым вошел в состав России, оснований для продолжения правоотношений больше не стало. На сегодня отсутствуют какие-либо основания для продолжения правоотношений по размещению объектов и персонала Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, включая обязательства российской стороны по предоставлению украинской стороне оплаты или иной компенсации за такое размещение. Впрочем, в МИДе не исключает, что с принятием решения, скорее всего, будут возникать правовые и финансовые вопросы в отношениях с Украиной. Россия готова обсуждать их с легитимным правительством соседнего государства, которое будет сформировано прозрачным и демократическим путем. В русле этой линии, официально, то есть нотой, мы уведомили украинскую сторону о готовности передать ей оставшееся в Крыму военное имущество вооруженных сил Украины. Ни одного вопроса в связи с денонсацией соглашения у депутатов не возникло. Закон парламентарии поддержали единогласно, тем самым сэкономив для России огромные деньги. Ситуацию вокруг Украины и Крыма в мире восприняли неоднозначно. Кто-то встретил ее в штыки, кто-то сдержанно, кто-то даже и одобрительно. Важно не это, важно другое. Все, подчеркиваю, все реальные лидеры, как на Западе, так и на Востоке, продолжают нормальные деловые контакты и с президентом Путиным, и с министром иностранных дел Лавровым. Идет, естественно, в такой ситуации обмен мнениями, поиск точек соприкосновения, выработка совместных платформ. И лишь ПАСЕ, это малопонятное образование в структуре Европы, бьется в истерике. О позиции российского парламента по этой проблеме в репортаже нашего корреспондента. 1 апреля Госдума обсудила проект заявления о ситуации в парламентской ассамблее Совета Европы. В повестку пленарного заседания вопрос был внесен после того, как ряд европейских депутатов предложили лишить российскую делегацию полномочий в ПАСЕ. Обоснованием для этого, как вы понимаете, служат обвинения России в агрессии против Украины и нарушения международного права. Россия и российская делегация категорически не могут согласиться с такой постановкой вопроса. Антироссийски настроенная часть парламентской ассамблеи полна благородного негодования и готовится излить это негодование на ближайшие сессии ПАСЕ. Нам уже говорят о том, что целый ряд делегаций активно ждут нашего приезда, чтобы высказать нам свое возмущение. В этом нет ничего удивительного. Двойные стандарты давно стали частью политики Запада. Ровно 15 лет назад ракетно-бомбовым ударом НАТО уничтожило Белград. Тогда в ПАСЕ никто не озаботился, что агрессия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН. Не было зубодробительных резолюций ПАСЕ по поводу войны в Ираке и бомбардировки Ливии. Закрыли глаза в ассамблее и на государственный переворот в Киеве, несмотря на грубейшее нарушение украинской конституции и принципа верховенства закона. Мы не можем соглашаться с откровенно антироссийскими дискриминационными решениями. И не считаем, что в нынешней ситуации, когда народ Крыма принял решение об иссоединении с Россией, как со своей исторической родиной, ПАСЕ имеет моральное право принимать такие решения в отношении России. В ноябре 1999 года из-за ситуации в Чечне ПАСЕ уже ограничила полномочия России. Полностью членство было восстановлено только через два года. В 2008 году была предпринята вторая попытка приструнить Россию. Группа делегатов ПАСЕ предложила лишить российскую делегацию права голоса в связи с событиями в Южной Осетии. Кстати, за свое членство в ПАСЕ Россия ежегодно платит 23 миллиона евро. Это самый крупный взнос в организации. Однако, как заметил коммунист Леонид Калашников, платные порки российской организации происходят постоянно, из сессии в сессию. Парадокс заключается в том, что да, действительно, мы платим уже почти полмиллиарда долларов за эти 18 лет заплатили. Да не почти, а полмиллиарда, потому что там в евро платим. А эта организация полоскает нас направо и налево. Не было ни одного заседания, где бы я присутствовал, где бы Россию не вспоминали. Вспомните, Пуссер Райт, Магницкий, Ходорковский. Вот мимо ни одного события не прошла ПАСЕ и Совета Европы. Правда, Госдуба призывала ПАСЕ прекратить нападки на Россию, а вместо этого совместно противостоять радикальному национализму. Впрочем, если вопрос о голосовании за лишение российской делегации полномочий в организации все же будет вынесен, российская делегация покинет заседание ПАСЕ. Более полутора миллионов человек, более двухсот крупнейших предприятий, многомиллиардный бюджет. Все это Новосибирск, столица Сибири, один из интеллектуальных центров России. А теперь еще и хозяйство Анатолия Локти. Кандидат от КПРФ объединил под своими знаменами всю прогрессивную общественность города. Стал единым кандидатом от оппозиции и уверенно победил на выборах мэра. Не так часто представители оппозиционных политических сил побеждают на выборах такого уровня. Но коммунистам это удалось. Пусть с небольшим отрывом 4,2%, но Анатолий Локоть все же опередил своего основного конкурента, единоросса Владимира Знаткова. Окончательные итоги выборов таковы. Знатков набрал 39,5%, Локоть 43,7%. Особенно ценно то, что мы в ходе этой борьбы сумели объединиться. Мы это представители оппозиции, разных совершенно партий, общественных движений. Произошло это объединение. И мы создали уникальную ситуацию в Новосибирске. И подали пример, наверное, всей России. Резидент в России самый главный по Конституции. Он принимает ключевые решения, на нем же ответственность за их исполнение. Ну, логично предположить, что и зарплата у него самая большая в стране. Во всяком случае, в государственных структурах. А нет, есть зарплаты и побольше. Что же такое великое и судьбоносное делают люди, которые их получают? В вопросе разбиралась наш корреспондент Регина Лисаченко. На прошлой неделе в Государственной Доме сравнили зарплату президента и премьер-министра страны с вознаграждением топ-менеджеров, госкорпораций и банков. Сравнение оказалось не в пользу первых лиц государства. Я могу привести только отдельные вот такие зарплаты, не называя фамилий. Зарплата главного человека ВТБ-24 в 164 раза превосходит зарплату президента. Газпром и Роснефть в 136 раз больше оцениваются, чем президент Российской Федерации. В прошлом году зарплата президента составляла 5 миллионов рублей, в этом 3,5. Проведя несложные арифметические действия, можно вычислить зарплату руководителя той или иной госкорпорации. И это не считая премий и различных бонусов по итогам года. Речь идет о миллиардах рублей, которые выделяются из бюджета на содержание топ-менеджеров. Мое предложение, вот очень четкая и конкретная заработная плата, никого, кто работает на государство, не должна быть больше, чем заработная плата президента. Однако принятые на сегодняшний день законы никак не регламентируют уровень заработной платы высшего руководства госкорпораций. Топ-менеджеры, грубо говоря, сами себе ее рисуют. При этом ни кризис, ни стагнация в промышленности не влияют на толщину кошелька «успешного» руководителя. Еще обиднее и циничнее, когда госкомпания со стопроцентным участием государства пять раз уменьшает прибыль, а менеджмент умудряется в три раза больше заплатить себе дивиденды. Сегодня Россия входит в тройку государств с наибольшим расслоением общества. 10% наиболее обеспеченных российских граждан почти в 17 раз богаче 10% самых бедных. Это чудовищный разрыв. Для сравнения, в Евросоюзе этот порог оценивается в 5 единиц. Поэтому, как вариант, который предложили коммунисты, привязать заработную плату высшего персонала госкомпании к средней зарплате по заводу или корпорации. При этом ежемесячный оклад у топ-менеджера должен быть не больше, чем у федерального министра. Мы считаем, что средняя заработная плата высшего персонала должна быть не выше, чем в 8 раз от средней по заводу или по корпорации. Все субъекты Российской Федерации согласны с тем, что необходимо ограничить аппетиты жирных котов, владеющих государственными ресурсами и неадекватно получающими вознаграждения. Однако заключение Комитета Госдумы по труду было отрицательным. Его представитель Михаил Тарасенко от «Единой России» заявил, что хотя законопроект хорошо прописан и аргументирован, его принимать нельзя. Заодно провалили единороссы предложения эсеров вести так называемые ножницы в банковском секторе, где заработная плата руководителя банка не должна отличаться более чем 18 раз от минимальной зарплаты рядового сотрудника банка. Впрочем, единороссов и правительство понять можно. Для них госкорпорации – это своеобразный заповедник, который надо охранять. Ведь именно туда, на руководящие посты, уходят наши экс-министры и чиновники. За примерами ходить далеко не надо. Господин Чубайс возглавляет госкорпорацию Российская корпорация нанотехнологий. Господин Греф определяет политику Сбербанка. В теплое местечко пристроен и бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Прочность каждого государства в значительной степени зависит от связности его территории. Можно ли в нашем веке считать единой страну, где есть места, куда нельзя или очень трудно доехать? Похоже на то, что у нас такие места могут появиться. И не на севере Якутии или в глубинах Щекотки, а в самой ширине коренной России. В январе 2014 года по стране отменили 144 поезда пригородного сообщения. До мая планировали закрыть еще полторы сотни маршрутов. Пригородные пассажирские компании, дочерные предприятия ОАО Российские железные дороги, так и не смогли договориться с большинством российских регионов о бюджетных компенсациях. Компенсациях? Почему компенсациях? Ведь если заставить пассажиров платить полную стоимость билета, не только стипендии и пенсии, никакой зарплаты не хватит. К началу этого года лишь пять российских регионов были прибыльными для пригородных пассажирских компаний. Еще дюжина субъектов полностью компенсировали затраты компании. Остальные задолжали порядка 30 миллиардов рублей. Специфика работы электропоезда именно такова, что он энергоемкий достаточно, много остановок, много двигателей, небольшие скорости, частые остановки, посадка-высадка, набор скорости. Это все расход электроэнергии. Это обслуживание 10-12 вагонов, 8 вагонов. Это обслуживающий персонал, это депо, это ремонтные персоналы. Потом использование инфраструктуры железнодорожной, рельсы, светофоры, движение, связь. Все это достаточно дорого. Раньше РЖД обслуживало пригородное сообщение за счет так называемого перекрестного финансирования. Выгодные грузовые перевозки покрывали расходы на эксплуатацию электричек. В ходе реформы виды перевозок разделили, а компании, ими занимающиеся, акционировали. Теперь акционерное общество арендует у РЖД составы, персонал и инфраструктуру. А регионы формируют заказ на объем перевозок и даже утверждают тарифы на проезд, но не всегда готовы компенсировать затраты перевозчиков. Прошлой осенью РЖД добилось от правительства разрешения не оказывать услуги пригородных пассажирских компаний в долг. Чем характерна инфраструктура? Есть на ней поток, нет потока? Она требует затрат. Иногда даже линия, на которой малый поток, требует, естественно, единицу перевозок, еще больше затрат. В первую очередь страдают отдаленные районы Сибири и Дальнего Востока. Едва построенный, да так и не вышедший на проектные мощности БАМ, сегодня к востоку от Тынды обслуживается чуть ли не единственным поездом. Для жителей 11 населенных пунктов до Комсомольска-на-Амуре это исчезающая ниточка, связывающая их с цивилизацией. Единственное и не самое комфортное. Да, конечно, плохо. Вы что, то он замерз, то это сам, то трасса, то там где-то самое. Всю ночь у меня от племянных ехал с ребенком сюда. Ну куда, попробуйте. Всю ночь и сюда. Потом там всю ночь там не спят. Все посидят и сюда приедут, в областной стоимости сидят до двух, до трех часов. И в юбилейный для БАМовцев в год 40-летия начала строительства магистрали невыгодный поезд готовы отменить. Похожая ситуация в Благовещенске. Еще в прошлом году пассажиры собрали более 5000 подписей за сохранение не просто привычных, жизненно важных направлений движения. В Алтайском крае неоднократно там народ возмущался, что идут ликвидации, вымирания поселков. Но там вот даже есть некоторые районы, куда доставляют хлеб на электропоездах. До самого Владивостока сейчас, возьми, любой регион, у нас проблемы, мы отдельной статистики не ввели, но информацией примерно владеем. То есть сокращено очень значительное количество электропоездов пригородного сообщения. Больше всего электричек отменено в Липецкой и Калининградской областях. 31 и 29 соответственно. Даже в скромной по железнодорожному сообщению Чечне отменено 8 поездов. Процесс серьезно затронул Воронежскую, Новгородскую, Ростовскую области, Ставрополье. 26 регионов. Апеллирует все, многие, ну или направляет все требования по возмещению рисков именно на этот инфраструктурный комплекс, который сам по себе, на наш взгляд, нуждается в поддержке собственной. Но не как, конечно, монополист, а как базис развития всей экономики. Потому что монополизм, это когда вдруг на нем образуется какая-то сверхприбыль. Сверхприбыли в инфраструктуре нет. Так как пригородные пассажирские компании не являются собственниками, а арендуют у того же РЖД инфраструктуру, локомотивно-вагонный парк, машинистов, в региональных администрациях сомневаются в прозрачности этих аренд и обоснованности выставляемых тарифов. При этом вовсе уповают на помощь из федерального бюджета, которое на эти нужды только сокращается. Если ничего не сдвинется за ближайшие годы, как со стороны региональных властей останется вот такая в основном позиция неприятия, так и по законодательной базе еще не быстро будут приниматься решения, например, по структуре затрат, скажем, относимых на себестоимость, то нашему пригородному сообщению вообще осталось жить 2-3 года. Это не сразу заметят, ведь процесс не коснется столицы. Обслуживающая регион – центральная пригородная пассажирская компания с уставным капиталом 300 тысяч рублей – одно из немногих прибыльных предприятий в отрасли. Там, где многомиллионные ежедневные потоки пассажиров, там и прибыль. Сейчас доля компании в пригородных железнодорожных перевозках России 60%, но в ближайшее время заметно вырастет. Ну и завершить программу хочется, а самое главное – получается на доброй человеческой ноте. Известной певице и композитору Вике Цыгановой во время ее гастроя в Крыму тамошние ветераны вручили наградной лист на Андрея Зюганова, защитника Одессы и Севастополя, раненого в Крыму, и попросили передать его сыну, председателю ЦК КПРФ, Геннадию Зюганову. Вика Цыганову просьбу выполнила. Медаль за отвагу. В иерархии советских наград она скромно стоит далеко не на самом верху, не сравнить, например, с Красным Знаменем или Орденом Отечественной войны. Но для солдат, простых тружеников войны, награда эта была очень ценная. Ведь именно за отвагу, за пролитую кровь, за воинский труд и терпение. Именно эту медаль заслужил отец лидера российских коммунистов Геннадия Зюганова Андрея Михайловича, защищая в страшном 41-м Одессу и Севастополь. Получить саму медаль командиру орудия Андрею Зюганову не довелось. Он был ранен, и награда, как это сплошь и рядом тогда бывало, затерялась. Его призрали в армию 30 лет, когда обострилась обстановка. Он собородал Бессарабию, а война началась, и он защищал Украину, Бессарабию, Одессу. Дрались до последнего. Одесский гарнизон сопротивлялся фашистам очень жестко. И затем сражался за Севастополь. И его тяжело ранило, по сути дела, предпоследний день. По сути дела, его вытащил за горольку украинец. Мы к нему потом ездили с отцом в Канев, где он жил на Украине. Потом. Они дружили до последних дней жизни. И Пивоваров, русский крепкий солдат, по риоритету, был командир артиллерийского расчета. Они ему перетянули ногу и сказали, давай выживешь. И вот по прошествии 70-летия наградной лист на отцовскую медаль привезла Геннадию Зюганову из Севастополя. Наша замечательная певица Вика Сыганова. В феврале и марте, в самый разгар бурных событий, она давала концерты в Крыму. Этот документ во время уличного концерта в Севастополе Вике передали два ветерана. А со времен Великой Отечественной войны наградной лист хранился в Севастопольском городском архиве. Действительно, отец Геннадия Андреевича воевал на хуторе Миккензии. В 1942 году у нас здесь был ранен. В составе 95-й дивизии оборонил Севастополь и награжден за него медалью за отвагу. Я хочу передать через Вику для Геннадия Андреевича наградной лист на его отца, о котором, может быть, он не знает. Будет возможность, передайте. Я пою песню «Андреевский флаг», и вдруг выходят два этих ветерана по 86, 1,92 года. Ну, вы участники войны. И мне выручают этот наградной лист. И вот при всем этом честном, добром народе, как я сказала, глаз народа – глаз Божий. Они говорят, Виктория Юрьевна, мы хотим, чтобы вот эту награду, наградной лист, вы передали для Геннадия Андреевича Зюганова. Это наградной лист его отца, был найден в архиве. И, конечно же, этих ветеранов обнимала, целовала. У меня у самой было такое потрясение, потому что именно в тот момент я считала, что именно те люди, которые проливали здесь кровь, именно их энергия, она аккумулировалась. И все, что произошло в Крыме, эта победа 16-го числа, она состоялась благодаря и нашим ветеранам. В общем, это надо ощутить и понять, взять в руки награду, под которую твой отец проливал свою кровь. Слова «сердечно поблагодарил» не могут выразить всей полноты чуть. Геннадий Андреевич был действительно растроган. Ему будет, что рассказать своим восьмерым внукам про доблести их прадеда. А на такой памяти стоит моральный дух народа. Если соединить русскую идею с социалистическим идеалом, с прекрасной культурой, с современными технологиями и великолепным образованием, вот это будет то, что нужно матушке России в настоящее время. В ответ Геннадий Зюганов вручил певице медаль 90-летия СССР. За ее прекрасные песни, за ее мужество и твердый и спокойный патриотизм. За вклад в нашу культуру, наконец. А наградной лист артиллериста Андрея Зюганова станет дорогой реликвией в архиве его семьи на назидание внукам, правнукам и всем последующим поколениям. Ну вот, пожалуй, на этом сегодня и все. Я Олег Николаев и программа «Темы недели» прощаемся с вами. Всего вам доброго и будьте здоровы.